Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Сегодня хотел бы вас познакомить немножко с творчеством Франциско де Сурбарана. Испанский художник, представитель Сивильской школы живописи. Я пользуюсь википедией, зачитываю практически все из нее. Ну и набрал интернете картины. Сурбаран родился в городе Фуэнде де Кантес, провинции Эстермадура. 15 лет поступает в мастерскую Педро Рыбаеда. Пробыв в мастерской три года, не удерживает их экзамены на звание мастера. Франциско возвращается на малую родину. Через несколько месяцев женится на Марии Паес. В этом браке у супругов родилось трое детей, один из которых Хуан, впоследствии стал художником и помогал своему отцу в выполнении различных заказов. Кстати, его работы вставляются вместе с Бараном на выставках. Молодожены поселились в небольшом городке Лерьена. Первые заказы он получает от местной мэрии. Среди них дизайн фонтана для местной площади, изображение Богоматери Клеворот и 15 сцен о тайнах Розария для братства Богородицы Фуэнде де Кантес. Некоторое время он живет и работает в небольшом городке Эстремадуре, Лерьене. Затем возвращается в Севилью и до 1633 года непрерывно живет там. В 1622 году он был уже известным мастером, получал заказы для храмов и монастырей. По контракту с орденом доминиканцев он пишет 21 картину на религиозные сюжеты, в том числе знаменитую картину «Христос на кресте». Пишет цикл картин о святом Педро, но ласков. И цикл картин о жизни святого Бонавентуры. Работая на стыке манеризма, кавараджизма и придерживаясь принципов натурализма, так написано в Википедии, Сурбаран пошел в плеяду мастеров, чьи работы знаменовали расцвет барокко в Испании. Совершает поездку в Мадрид, где получает титул придворного живописца. В Мадриде при работе над украшением построенного дворца Бонаретира мастер отошел от религиозной тематики. Им был написан цикл из десяти полотен, изображающих подвиги Киркулеса, который сейчас находится в музее Прадо, а также историко-монументальные полотна, в частности, оборона Кадиса. Изучение работ великих итальянских живописцев, общение с другими видными мастерами, богатило творчество художника. После возвращения в Севиле он пишет серию картин для монастыря Хереси. Ну и одна и более известная из них – это Благовещение, Рождество и Планение Волхвов. Его слава росла, вновь освоимые в Южной Америке монастыри наряду с испанскими, охотно заказывали у Сурбарана картины. На конец 1630-х годов приходится пик творческой активности и популярности художников. Британский ад-критик Вальдемар Янушча пишет «Ни одному из художников не удавалось изобразить человеческую веру столь убедительно». В 1658-1664 годах Сурбаран живет в Мадриде, но его популярность шла на спад, несмотря на поддержку друга Диего Веласкеса. Он был забыт заказчиками и не испытывал материальной трудности. Умер в Мадриде в 1664 году. Говоря о творчестве, Сурбаран, надо сказать, что в самом начале своей деятельности он поставил себе за правило писать иначе, как с натуры, и не отступал от этого правила в течение всей своей жизни. Композиция в его картинах по большей части несложная, заключает в себе очень немного фигур, поставленных в естественные простые позы и хорошо задрапированные. В колорите и святотене Сурбаран подражал Микеланджело Те Караваджо, вследствие чего был прозван испанским Караваджо. Последние несколько лет до своей смерти он прожил в нищете и забвении. Известные картины «Христос на кресте», «Видение святого Педра на ласко», «Погребение святого Бонавентуры», «Святая Маргарита», «Геракл борется с Лернейской гидрой», «Геракл борется с немейским львом», «Смерть Геракла», «Знаменитые картины», «Оборона Кадиса», «Святой Лаврентий», «Поклонение пастухам», «Святой Франциско», «Знаменитые картины Сурбарана Франциско де». Кстати, одна из легенд гласит, что Филипп IV, увидев живописца за работой, воскликнул «Художник короля» и «Король среди художников». Хотя, после написания картин при дворе он вернулся в Севилью и больше к королевским заказам не привлекался, что может говорить о том, что живопись севильского мастера пришлась не по вкусу во дворе. И в заключение надо сказать, что выдающееся мастерство позволило Сурбарану оказать сильнейшее влияние на религиозную живопись не только Испании, но и Португалии с ее заморскими владениями. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы немножко познакомились с творчеством испанского художника, представителя Севильской школы живописи Франциско де Сурбарана. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok